Шейх, вопрос очень короткий, но есть смысл его более развернуто спросить. Суть его заключается в том, что может ли мусульманин работать на немусульманина в фирме, в любой организации, когда ее редиректором и руководителем является немусульманин? Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу алярасулиллах, у кафиров работают, например, в его магазине, или же такие работы, которые нет в хараме, например, не продажу свинину, или же спиртное, или харамное мясо, в таких делах, которые ислам и харам, в таких работах нельзя работать ни у мусульманина, ни у кафира. В остальных работах даже можно, на кафирах тоже работают, и были сподвижники, которые работали у кафиров, чтобы заработать себе хлеб, кушать. Например, там есть сподвижник, пошел, у евреев работал, воду таскал, за каждое это ведро, одно этот финих давал, его в саду. Такие были и есть, это не запрещено. Главное, сама работа была халяльной работой. Есть одна ситуация, которую должен учитывать, когда ты работаешь у кафиров, чтобы эта работа не была унизительной для мусульманина. Например, унижаться перед кафиром, ему обувь преподнести, или же перед ним стоять, когда он сидит, например, или же ему кушать преподнести, или же, когда он уходит, что вышел бегом, дверь ему открывал. Вот это перед кафиром, который унизит унизительную работу, в таких работах нельзя работать. Остальные халяльные работы, даже компании создают, бизнес создают вместе, или же под ее бизнесом работают, в этом нет запрета. Аллаху а'лам. Видимо, все это крутится вокруг, именно эта тема. Может ли мусульманин подчиняться приказам немусульманина? Он имеется в виду, торговлю можно, в которой нет унижения, нет подхаримничества. А таких, например, его обувь чистят, или же ему дверь открывают, или же как уборщик для него работает. Это место запрет Аллаху а'лам.